Все, да, можно начинать, Винсер? Да. Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Сегодня у нас очередной вебинар, новая тема, и я думаю, в течение 20-30 минут мы поговорим о ней, и в конце вы сможете задать и по ходу нашей беседы, вы сможете задать вопросы, на которые я отвечу уже по окончанию моей презентации. Сегодня интересная такая у нас тема, это роль тренера в юношеском спорте. И хотелось бы сразу поговорить о тренере, да, кто же, кем он является, тренер, наставник, учитель, друг, или всего лишь человек, который за определенную плату расскажет, как выполнять упражнения и технические элементы. Хотелось бы разобраться, в чем заключается роль тренера для юного спортсмена, и как эта роль связана с эффективностью тренировок и, конечно же, достижением результата. Потому что спортсмен, особенно юный спортсмен, требует постоянной мотивации и эмоциональной поддержки. А это возможно только в том случае, если и сам наставник на 100% заинтересован в результате, а не в элементарном заработке. Тренер проводит с учеником зачастую большое количество времени и оказывает влияние на его поведение, на эмоциональное состояние, прививает веру в собственные силы, ну и создает, конечно, настрой. Именно поэтому так важно разобраться для тренеров, психологии спортсмена, найти индивидуальный подход и найти, конечно же, общий язык со спортсменом. Ведь то, что подходит одному, может совершенно не подойти другому. Всегда необходим диалог. Тут следует заметить не пререкание с тренером, а именно диалог. Важно уметь взаимодействовать на тренировке, чтобы спортсмены не стеснялись уточнять, если что-то им непонятно, чтобы могли предложить свои какие-то варианты решения той или иной проблемы. Потому что грамотный тренер, я считаю, всегда выслушает своего спортсмена и попробует донести информацию и повторить элементарное то, что непонятно его молодым спортсменам много раз, при этом контролируя свои эмоции и оставаясь абсолютно спокойным. Но для такого диалога и совместного поиска решений необходимо, конечно же, доверие. Если спортсмены боятся тренера, а это у нас встречается сплошь и рядом, или наоборот не признает его авторитет, полноценных тренировок, конечно же, не будет. И рассчитывать на какой-то результат, наверное, тоже не приходится. Ну и, конечно же, в первом варианте у спортсменов появляется страх сделать что-то не так. И это мешает тренировочному процессу и соревновательному процессу. Ведь тренера работают с детьми, которым ищут подход, и ошибок здесь, конечно же, не избежать. Ошибаются все. Не только именитые спортсмены, а и менее именитые тренера тоже ошибаются. Но на самом деле только настоящий профессионал сумеет признать свои ошибки. Когда тренировки выходят на более высокий уровень, чем начальная подготовка, тут не избежать ошибок, конечно же, тоже с обеих сторон. И совместный поиск оптимального решения проблем – залог успешных и тренировок, и соревнований. Очень часто тренера у нас срываются на крик, ругань. И это указывает на неумение донести информацию ученику под тем углом, под которым ее увидит именно этот спортсмен. По той или иной причине, который не воспринимает ее так, как видит наставник. Следующий слайд. У нас тренер – это всегда психолог. Я с большим уважением отношусь к тем профессионалам, которые показывают, что выполнить тот или иной элемент вполне реально. Пытаются разобраться, почему у его спортсменов возникли проблемы. Такой метод, на самом деле, наиболее эффективен в работе с юными спортсменами. Не только из-за поднятия собственного авторитета, но еще и из-за возможности посмотреть на проблему глазами ученика. И серьезной преградой на пути к результату может стать неприятие авторитета тренера. Можно находиться в дружеских, доверительных отношениях со своими учениками, но на тренировках необходима, конечно же, субординация и непоколебимый авторитет. Иначе начнутся пререкания, сомнения в эффективности предлагаемых упражнений, обиды. А еще на определенном этапе, вот я такую кнопочку изобразил, у спортсмена включается кнопочка, я и сам все знаю в определенном возрасте, на определенном этапе. И наиболее разумный метод включения этой кнопочки разрешит сделать ученику так, как он это видит, и при отсутствии результата вернуться к своему тренировочному плану. Как я уже говорил, важен диалог, в нем рождается в том числе и уважение. Тренерам, которые достигли высот как спортсмены, или продолжают выступать и показывать результаты, в этом плане, конечно же, легче. Так как они на своем примере демонстрируют, что их методы эффективны, и такой стиль тренировок приносит свои плоды. Тем наставникам, которые по большей части теоретики, сложнее, конечно же, удерживать авторитет, так как не выходя на ковер, очень сложно давать грамотные и эффективные советы. Для авторитета такого типа тренеров важную роль играют их спортсмены, уже достигшие результат, которые могут выступить примером для юных начинающих борцов. И, конечно же, тренер должен оставаться тем человеком, к мастерству которого стремятся. Тогда проблем с принятием авторитета не будет. И важна уверенность в том, что наставник поможет тебе достичь поставленной цели. Другая сторона медали – это вера тренеров своего спортсмена. Она должна быть непоколебима, ведь этой веры в период поражения должно хватить на двоих. Большинство спортсменов очень привязаны к своим наставникам и тонко чувствуют неискренность, сомнение или незаинтересованность. Это на психологическом уровне блокирует настрой на позитивный результат и часто приводит к разочарованию в своих силах и в своем тренере, наставнике, учителе. Ну и, конечно же, если тренер буквально проживает успехи своего спортсмена, стремится к совершенствованию и безгранично верит в спортсмена, когда спортсмен знает, что для него его тренер всегда лучший, то эмоциональный подъем, нацеленность на победу и вера в собственные силы буквально сносят все, что стоит на пути спортсмена к пьедесталу. Конечно, появляется огромный страх разочаровать, не оправдать доверие, но это тоже, можно сказать, будет являться дополнительной мотивацией. И спортсмен никогда не позволит себе даже мысли о поражении, то есть он всегда будет думать о победе. И психологи у нас, вот к личности тренера вернемся, да, психологи выделяют положительные и отрицательные типы тренеров. Определив тип, часто можно судить о эффективности тренировочного процесса. К положительным типам относятся поддерживающие, которые тренер всегда находится рядом со спортсменом, готов поддерживать морально в трудных ситуациях, зачастую даже не связанных со спортом, предостерегает от возможных ошибок и мотивирует на будущие успехи. Хладнокровный, который сохраняет спокойствие в напряженных ситуациях и принимает в них верное решение, и всегда является примером самообладания для своих спортсменов. И такие тренера критические замечания высказывают с глазу на глаз и всегда могут успокоить спортсмена. Тренер, как психолог, может подвести спортсмена к соревнованиям с оптимальным уровнем возбуждения, успешно корректирует эмоциональное состояние ученика после поражения, может превратить его страхи в преимущества, тонко чувствует настрой спортсмена на соревнованиях. Тренер-оратор – это тренер, который удачно пользуется словом, настраивает ученика на более активную работу без какого-то лишнего давления на своего спортсмена. К отрицательным же тренерам относят оскорбляющий тип тренеров, которые больше всего не любят спортсмены, позволяющие себе переходить на личность, оскорблять учеников. Крикуны, которые считают, что от громкости напрямую зависит восприятие информации спортсменам. Стители, которые внушают спортсменам, что тот его позорит или портит репутацию его. Есть еще такие у нас негативные типы, как профессора, которые научно только со стороны науки настраивают себя и своего спортсмена с какими-то сверхсложными установками и планами на соревнованиях. Профессиональному спортсмену и тренеру всегда необходимо помнить, что в процессе спортивного совершенствования своего ученика и самого спортсмена тренер выступает в разных ролях. На ранних этапах это когда у тренера есть необходимость общения с родителями ученика. Это роль тренера-опекуна, которому доверили свое чадо. Он несет за него ответственности. То есть тренер в роли наставника, как старший брат. На более поздних этапах спортивной деятельности, когда еще продолжается становление личности юного спортсмена, тренер становится уже старшим товарищем, в дальнейшем, может, другом. Некоторые тренера нередко пытаются объяснить неудачные выступления эмоциональной неустойчивостью и нехваткой мотивации. Подчеркивая, что данные проблемы вне их компетенции, мол, психологической подготовкой должны заниматься родители или психологи. Но именно поддержка и работа тренера является важнейшей составляющей правильного настроя спортсмена, ведь он является профессионалом в этой области и авторитетом для своего юного спортсмена-ученика. И вот роль тренера в формировании личности обучающихся и очень метко определила роль тренера в юношеском спорте Прохорова. И вот хочу ее процитировать. Главнейшее всегда будет зависеть от личности непосредственного воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником. Влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказания и поощрений. Поэтому хорошим тренером может быть тот, кто управляет активностью учащихся, может стимулировать их мотивацию на достижение цели, побуждает потребности в действии и интерес к выполнению целенаправленного педагогического действия. Большое влияние личности тренера на формирование личности воспитанника обусловлено рядом обстоятельств. Спортивная деятельность, она на самом деле отличается от других видов человеческой деятельности очень сильно, в частности тем, что она является добровольной и необязательной. И если мы полагаем, это обязательство весьма существенное, предполагает сочетание в личности тренера ряда основных профессионально важных черт, общительность, чуткое отношение к воспитанникам, заботливость, ровное отношение ко всем занимающимся, умение сделать очевидным для спортсменов рост их результатов, умение создать у воспитанников эмоциональный подъем, мобилизовать их на успех, создать правильное представление о спорте. В этой связи важное значение приобретает такое свойство личности тренера, как надежность в его деятельности. Надежность тренера, она, конечно, зависит от его, скажем так, функциональных и психических возможностей, и проявляется в том, насколько сохраняются высокие показатели его деятельности в процессе длительной работы, при наличии каких-то сильных положительных эмоций, и также при наличии сильных отрицательных эмоций, или же в условиях жесткого лимита времени, или при каких-то быстро меняющихся ситуациях. обязательным является проявление самостоятельности, инициативы в своем виде деятельности. Организованность характера тренера определяется выдержкой, самообладанием, дисциплинированностью, ну и, наверное, уверенностью в себе. В психологическом смысле, в общем, в деятельности спортсмена и тренера является процесс спортивного обучения и тренировки, который является основным видом деятельности и для спортсмена, и для тренера. Несмотря на то, что в этом процессе один учится, а другой обучает, требования, предъявляемые к познавательной, эмоционально-волевой сферам, имеют много общих сторон. И спортсмен, и тренер в процессе тренировочного цикла, особенно соревнований, переживают, в принципе, идентичную гамму эмоций, характерную для спортивной борьбы. Поэтому предстартовые эмоциональные состояния тренеров во многом схожи с предстартовыми состояниями спортсменов и проявляются в тех же формах. То есть стартовая лихорадка, стартовая апатия, боевая готовность и тому подобное. Для успешной организации учебно-тренировочного процесса тренеры должны обладать известными способностями, то есть такими особенностями личности, благодаря которым в работе достигаются высокие результаты, создается что-то новое. Призвание к педагогической деятельности, как правило, проявляется при наличии специальных педагогических способностей, которые представляют симбиоз прирожденных и приобретенных свойств личности. Развитие этих качеств требует жесткого самоконтроля личности во имя непрерывного самосовершенствования, без которого, наверное, и не будет результативного тренера. В структуру тренерских способностей включаются следующие требования. Педагогическое воображение, то есть способность педагога предугадывать, как ученики усвоят учебный материал и что надо сделать для совершенствования обучения и воспитания. Умение проектировать черты характера и спортивные качества воспитанников и необходимые меры принимать по их развитию. Педагогическая наблюдательность тренера в отношении тенденции развития знаний спортивных качеств и свойств юного спортсмена. Также требовательность к себе и другим. Важная черта тренера, поскольку добиться выполнения требований учениками может только тот педагог, который требовательен, прежде всего, к самому себе. Педагогический такт. Такт, проявляемый в взаимоотношениях между тренерами и их воспитанниками, тоже очень важен. Организаторские способности, которые необходимы как в самом учебно-тренировочном процессе, так и в организации спортивных мероприятий, учебно-тренировочных каких-то мероприятий тоже. Так, требования к личности тренера предполагают, конечно же, наличие общего интеллекта, а именно сообразительности, вдумчивости, критичности, самостоятельности суждений, последовательности и системности вывода. Одним из основных условий эффективности тренировочного процесса является отношение тренера к тренировкам. Если тренер не опаздывает и не пропускает занятия, то своим примером воспитывает такое же отношение к тренировкам своих юных спортсменов. Это играет большую роль в воспитании некоторых черт характера и воли. Если тренер пунктуален, то и его воспитанники тоже будут такое качество себе формировать. Часто для юных спортсменов тренер образец во всем. Они за ним следят, они ему подражают, особенно если этот тренер в прошлом был именитым спортсменом. На формирование личности спортсмена, конечно же, большое влияние оказывает и трудолюбие самого тренера. Когда тренер все делает для успеха занятий, то спортсмен, увидев его усилия, ничего не жалеет для оправдания возложенных на него надежд. И спортсмены правильно воспринимают и оценивают такое же отношение тренера к делу. Немаловажную роль в формировании личности юных спортсменов играет поведение тренера в процессе соревнований. Если тренер с уважением относится к правилам соревнований, их порядку, судям и соперникам, это играет важную роль в воспитании, дисциплинированности, порядочности, вежливости. Если же тренер пренебрегает соперниками, проявляет неуважение к судьям, игнорирует правила соревнований, то, конечно же, и его воспитанники, следуя плохому примеру, начинают вывести себя аналогично. Иногда даже тренеры искренне стремятся бороться с таким поведением своих воспитанников, но забывают, что эти отрицательные проявления во многом исходят от них сами. По ложному пути идут в отдельных случаях те тренеры, увлекаясь стремлением к скорейшей и ближайшей победе, поощряют незаконные какие-то хитрости, обман. С возрастом, мы знаем, есть у нас проблемы, обманывают, нарушают правила соревнований. И в таких вот спортивных победах, добытых таким путем, я считаю, нет никакого достижения, и кроме отрицательного влияния для воспитания молодого спортсмена, они ничего не приносят. Тренер по призванию не мыслим без наличия необходимых для этой профессии основополагающих личностных качеств, выдержки, уравновешенности, целеустремленности, требовательности к себе и другим при сохранении доброжелательности. Личность тренера играет важную роль в проявлении моральных качеств спортсмена, даже тогда, когда спортсмен уже вполне сформировался и может уже не принимает участие в спортивных состязаниях. И во многих случаях тренер своим отношением задает тон, способствующий или препятствующий положительным или отрицательным проявлениям личности спортсмена. И система условий постоянно питает процесс подготовки спортсмена, создает благоприятный фон для развития и саморазвития, делает более устойчивым интерес, который вместе с сформированной установкой на обладение соревновательными какими-то навыками, создает условия, при которых внешние должны совпадать с внутренними могу и хочу. Что является в совокупности необходимым и достаточным фактором повышения морально-волевой активности спортсмена. Ну и подводя итог, можно сказать, что роль тренера в жизни юных спортсменов – это одна из важнейших ролей при формировании характера, построении спортивной карьеры. Успех тренерской работы в значительной степени зависит от того, как строит тренер свои отношения со спортсменами и как преподносит свои знания. Понятие тренер для спортсмена должно быть созвучно с понятием друг, наставник, учитель. Для спортсмена тренера – это образец для подражания, авторитет, то есть человек-личность. Ну и тренер мотивирует спортсмена на достижение цели в жизни и спорте, а по достижении поставленной цели ставит ему новые цели. Поэтому вот такую роль в жизни юных спортсменов играют тренера. И на этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте оставлять. Вот здесь сверху есть или снизу у вас окошко для вопросов. Пишите, я буду стараться в течение еще нескольких минут ответить на все вами поставленные вопросы. Спасибо. 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 Георгий поблагодарил. Я вас также благодарю за внимание, за то, что нашли время и присоединились к нашему вебинару. Если есть какие-то вопросы по этой теме, пожалуйста, не стесняйтесь, давайте находить на них вместе ответы. И вам, Евгений, большое спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо, что участвуете в наших вебинарах, на вебинарах Международной Федерации. Я думаю, в условиях пандемии и с вот таким вот опытом карантина, скорее всего, Международная Федерация наша будет принимать какие-то шаги для вот таких вот удаленных вебинаров и семинаров, которые будут проводиться в онлайне, может быть даже вот образовательные курсы, которые для повышения квалификации будут проводиться на удалении. Да, здравствуйте, Георгий. Георгий спрашивает, дайте свое мнение о том, как надо заниматься с различными возрастными группами. Ну, в отношении программы наполнения, то есть у нас борьбой можно заниматься подводящие, да, то есть занятия проводить с 4-5 лет, то есть обучать акробатике каким-то навыкам. Непосредственно уже участие в соревнованиях с 9-10 разрешается для уже физически подготовленных юных спортсменов. Поэтому для со всех юных, конечно же, тренировочный процесс, это в основном игровая форма тренировок, для юниоров это уже, конечно же, обучение техники. В подростковом уже возрасте добавляем повышение функциональных и физических качеств. То есть вот таким образом желательно распределить занятия с различными возрастными группами. В психологическом, конечно, плане тренерам на любом этапе развития спортсмена приходится подбирать к нему ключики и находить общий язык. Поэтому я думаю, как в юношеском, так и во взрослом возрасте, так и с детьми всегда непросто. Но для опытного тренера это, имеющего уже какой-то опыт, не составит особого труда. Если он обладает теми качествами, о которых мы говорили, что умеет коммуницировать, является для них примером и авторитетом. Да, вот Евгений, нужно ли проводить соревнования в возрасте 6-7 лет? Ну, я думаю, что есть у нас ограничения, да, то есть с 9-10 лет разрешается проводить соревнования. 6-7 лет, это совсем юные спортсмены, и вот мы это обсуждали на прошлом нашем вебинаре, когда был риск менеджмент, то есть это всегда опасно для здоровья, когда неокрепший мышечный корсет еще у этих детей, это всегда чревато какими-то травмами. И, наверное, я считаю, что лучше воздержаться в проведении каких-то таких мероприятий до определенного возраста, до возраста, в котором будет уже сформирован мышечный корсет, и исключена возможность получения каких-то серьезных травм. Да, Юрий, вы спрашиваете и в психологическом аспекте, в принципе, я уже ответил на ваш вопрос, да, что всегда тренер должен подбирать ключи, независимо на каком этапе развития его спортсмены. Так, ну что, я думаю, уже закончились вопросы. Хочу с вами попрощаться, было очень приятно с вами пообщаться, всегда этому рад, и до новых встреч. Винсент, я закончил. Владимир, спасибо за твою презентацию. Ты знаешь, я всегда разговариваю такое, если презентация будет хорошо, вопросы не приезжают, не приезжают. Это нормально, да? Люди сейчас, они все знают, и презентация будет очень хорошо. Это потому, что нет вопросов. Если нет вопросов, я думаю, я закончу. Я думаю, сейчас один из людей, кто-то, кто-то, я хочу разговаривать только спасибо, Валентин. Я думаю, это не только неделя, другая неделя. И ты приезжай, еще приезжай, потому что у нас есть много темы, много темы у нас есть в Ближайной Федерации, и каждую неделю мы поменяем темы, и разговариваем эту тему, и конференции тоже делаем. Спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо, Винсент, спасибо, уважаемые друзья и коллеги. Спасибо, коллеги, тоже. Да, всего доброго. Спасибо.